Есть какие-то решения у Супротека, которые помогают нивелировать вот эти все зимние тяжелые истории? Решения у Супротека есть, о них мы поговорим чуть позже. Я предлагаю сначала поговорить о том, что такое морозы. Сразу, опережая все провокационные вопросы, завелся я сегодня сам, машина у меня стоит на улице. Вот это важно, вот это уже хорошо. Хочется поделиться своим опытом, потому что вчера, как и многие наши радиослушатели, испытал на себе все эти морозы. Автомобиль эксплуатировал вчера весь день и ехал по трассе. Также обнаружил, что у меня столбик термометра на машине меньше чем минус 45 не опускается. Хочу напомнить еще раз, что самое дорогое, что может быть в автомобиле, это в вашей жизни. То есть валенки, теплая одежда, обогреватель газовый с баллончиками туристическими для газа, знаете, кстати, баллончики должны быть теплыми, иначе газ может замерзнуть. Газ просто не будет гореть, если он будет выходить из баллона. Он просто замерзает, он в жидком виде, он плохо испаряется. Это все держим обязательно в багажнике, да, выделяем для этого место в салоне. Баллончики газовые, да, лучше даже держать в салоне, если место позволяет, особенно газовые баллончики, они должны быть теплыми, чтобы они работали. Собираетесь, например, куда-то в дальнюю дорогу, да, вот это вот все положили, и уже поспокойнее как, ну термосы, да, чай горячий, это все. Да, дороже в вашей жизни тот в машине нет. А лучше не рисковать вообще в такую погоду, наверное, на дальнее расстояние не ездить. Ну, по-хорошему, по-хорошему, да, попереждать, если есть возможность, и ехать только в каком-то очень крайнем случае, когда речь идет о важнейших вопросах. А теперь поговорим о том, что уже не так ценно к нашей жизни, например, для двигателя вашего автомобиля. То есть, кто знает, что такое подшипник скольжения, кто не знает, представьте себе прямоугольную полоску. В центре этой полоски есть отверстие, с которым подается масло, и она в такую же полоску скользит. И это должно, одну из самых дорогих частей вашего автомобиля, это коленвал, она должна защищать его от износа. И сохранить оптимальные зазоры, чтобы ваш мотор работал так, как положено, чтобы не было каких-то сторонних стуков, чтобы техника работала исправно. В сильные морозы масло, оно очень сильно загустевает. В кашу превращается. Оно превращается в такую плотную смолу, если прям сильно заморозить, особенно то, что мы видели на этих выходных. И оно, насос-то его продавит через это отверстие, даже в современном моторе, где тоненькие маслоканалы, маслонасосы, он его продавит. Но оно сможет распространиться, потому что оно густое, в небольшом радиусе от отверстия, на которое оно поступило. И большая площадь этого подшипника, она останется без смазки. Соответственно, в моментах холодного пуска мы получаем очень серьезный износ, который мы могли бы получить за месяц эксплуатации, а мы получаем его за несколько минут. За пару поворотов ключа. Да. И имеем в виду первые минуты-две работы двигателя. И многие считают, что автозапуск – это решение проблемы. На самом деле нет, потому что автозапуск у вас запускается по температуре или по таймеру. Как правило, люди стоят по температуре. Но масло в поддоне вставает намного быстрее, чем в том месте, где находится датчик. И когда мотор в каждый интервал времени запускается по таймеру или по температуре, мы получаем все равно масляное голодание. Может быть, не такое сильное, потому что мотор еще не успел остыть, пока масло по каналам прошло, оно маленько нагрелось. Это все равно лучше, чем ничего. Это бережет ресурс вашего автомобиля. Но все равно это очень серьезное испытание, потому что наши условия эксплуатации, они очень тяжелые. Полностью от проблем не избавляет. Да, потому что даже мы не будем ткать пальцами, я его, как еще раз повторюсь, я не люблю называть бренды, но можно прийти с неисправностями к дилеру. А дилер вас ткнет пальцем в руководство по эксплуатации, где написано, допустим, что эксплуатация автомобиля при температуре чем меньше, чем минус 28 градусов, запущена. Вы сами во всем верно. А там прям так и написано, что ниже 28. Я не буду называть марку, где это написано, но такая есть. Причем это премиальная марка. И это продается в Сибири, да? Это продается у нас в Сибири, это премиальная марка немецкая. Прикольно. Вот это да. Так, что еще интересного и страшного вы нам сейчас расскажете? Хорошего мы расскажем, давайте расскажем об нашей продукции. Давайте, да, потому что, ну, должны же быть какие-то решения. Я все время говорю про маслоудерживающие свойства наших трибосоставов. То есть, пройдя курс обработки нашими составами, все пары трения, где черный металл и высокая температура давления, они получают свойства на себе хорошо удерживать масляную пленку. Вот в моменты холодного пуска у вас вот этот подшипник скольжения, точнее, та часть, которую он защищает, она на себе хорошо держит смазку, которая еще там осталась. За счет этого вы очень сильно продлеваете ресурсы вашего автомобиля и нивелируете эти холодные запуски не полностью. Но это тоже очень хорошее подспорье, которое вкупе с другими мерами, такие как правильный подбор масла, автозапуск или прогрев, или теплый гараж, обеспечат вам долгие ресурсы эксплуатации вашего узла-агрегата. Он не будет вас беспокоить своими поломками, он не будет беспокоить ваш бюджет своими поломками. И вообще это замечательно, когда автомобиль вас всегда радует, а не огорчает. Давайте, Роман, все же напомним, что такое правильный подбор масла. Вот это ключевая фраза, потому что об этом не все и не часто задумываются. Скажу свое мнение, а со мной многие могут не согласиться, но забудьте про полусинтетические минеральные масла. В нашем климате это не совсем правильно. Может быть на совсем старых автомобилях, где большие зазоры и где очень густое масло в принципе может продавить, и оно пролезет в те зазоры, на которые рассчитано. Там Жигули классика, там совсем старые агрегаты, какая-то грузовая техника старая. Там можно эксплуатировать такие масла, связку, допустим, 10-40. Но опять-таки масла синтетические дадут намного больше преимущества и намного лучше будут защищать ваш двигатель от взноса. То есть хотя бы те же масла 5-40-5-30. Я уже не говорю о классах 0. То есть про минералку забыли вообще, да? В современном автомобиле, да. То есть есть некоторый миф, считается, что вот минералка, она якобы какая-то чистая, и после ее сгорания не остается каких-то отложений в моторе. Это, ну, извините, неправда, там одного только парафина немеряное количество. Так. Ну вот масло залили, все вроде хорошо, да, а потом раз минус 45, и что? То есть вот я хотел спросить, что масло на зиму заливается один вид, или к сильным морозам лучше еще каким-то образом подготовиться? Все современные масла, они всесезонные. То есть то, что одно масло летнее, другое зимнее, это все, мы про это тоже забыли, этого больше нету. Хотя многие так и продолжают, летом одно, зимой другое. Мотор, он под масло прирабатывается. У каждого масла, даже в пределах одной вязкости, просто могут быть разные производители, освоят толщину масляного клина, под нее прирабатывается мотор. Вот мы взяли одно масло, все, марку не меняйте. И меняйте марку, если вот это масло перестает вас устраивать, тогда можно. Если масло вас устраивает, не надо прыгать летнее, зимнее, это негативно скажется на ресурсе вашего мотора.